В краткой форме я постараюсь рассказать, какие есть плюсы и минусы у этого TV-бокса. Во всяком случае, у серии, у УЗ и 4Q. Итак, первый положительный момент это упаковка этого TV-бокса. Как видите, квадратная коробочка. В такой коробочке УЗ еще не запечатывал свои TV-боксы. Мало того, она вся идет в пленке запечатанная. Также не было такого, чтобы запечатывались TV-боксы в пленке. Поэтому вы можете сразу понять, кто-нибудь там уже рылся или нет в коробке. Если после заказа TV-бокса он вам пришел без этой пленки. Упаковано здесь все достаточно качественно, красиво и аккуратно. Ну и сами видите, все в поролончике, все аккуратненько уложено, а не купой набросано. Как обычно в упаковке бывает с TV-боксами. Кроме всего прочего, мне здесь нравится то, что здесь нет лишнего хлама. Под хламом я имею в виду вот подобные вот пульты. То есть пульт не имеет ни гироскопа, ни голосового управления. И вследствие чего приходилось докупать нормальный уже пульт с голосовым управлением. И соответственно с гироскопом. Здесь в упаковке есть вот такой пульт. Вот голосовое управление. Ну и соответственно есть гироскоп. Классный пульт, удобный. Ну и соответственно выпускает сам ОООС этот пульт. Вот упаковка за счет этого пульта получилась немножечко дороже, чем с вот таким вот хламом, как я считаю. Но тем не менее вы не выбрасываете деньги на вот этот вот пульт, а сразу приобретаете то, что нужно. Кроме пульта, здесь посмотрите какой кабель еще уложен. Не вот такой вот огрызочек, которым укомплектовывался ранее TV-Box. А вот достаточно нормальный, хороший кабель. Здесь кабель No Name. Ничего здесь на нем не написано. То есть его приходилось сразу же менять. Здесь уже достаточно качественный кабель, длинный. И на нем написано еще где-то, я здесь видел, слово Ethernet. То есть с помощью него можно коммуницировать телевизор с TV-Box. Ну по поводу того коммуникации мы еще посмотрим, можно или нет. А сейчас давайте дальше посмотрим, что здесь в упаковке. Блок питания. Блок питания здесь разъем Type-C подключается в TV-Box. И по параметрам он здесь рассчитан на мощность 12,5 Вт, 5 Вольт и 2,5 Ампера. Достаточно мощный блок питания и потянет дополнительно, если подключать к этому TV-Box, какие-нибудь внешние диски или другие какие-то мощные, не мощные, какие-то дополнительные, какое-нибудь дополнительное оборудование. И теперь сам TV-Box. Я сначала расскажу о плюсах и затем упомяну об одном минусе. Для некоторых этот минус будет несущественным, но тем не менее он есть. Итак, то, что мне понравилось. У этого TV-Box расположение разъемов с левой стороны и сзади. С правой стороны здесь ничего подключать не нужно. Как было это в предыдущих сериях. И получалось TV-Box. К нему со всех сторон подходили провода и был похож на какого-то паука, от которого в разные стороны идут провода. Здесь этот недостаток учтен. И здесь все аккуратненько будет выглядеть. То есть провод будет идти либо сзади, либо с левой стороны. Дальше. Что здесь есть у нас? Здесь у нас есть слот для карт памяти. Можно увеличить память. Либо установить прошивку с карточки памяти. Разъем USB-3. Выход. Вход для оптики. Затем кабель подключения интернета вот сюда устанавливается. USB-2. Также можно с помощью этого разъема прошивать TV-Box. HDMI 2.0. И вход для питания. Как я уже говорил ранее, здесь подключается разъем Type-C. Спереди находится отверстие для инфракрасной подачи сигнала. В случае, если вы будете использовать пульт, у которого есть инфракрасная передача данных, для коммуникации с TV-Box, то можно его задействовать с помощью данной технологии. По минусам. Значит, я обратил внимание, что здесь нет выхода AV. Вот, допустим, если взять этот TV-Box UUS X4 Pro, здесь этот выход, вот он, AV-OUT. Он служит для того, чтобы подключать старые телевизоры. Знаете, есть такие разъемчики-тюльпаны, и вот с помощью них сюда подключается штекер, а с обратной стороны эти тюльпанчики подключаются в телевизор. Так вот, кому не нужны эти тюльпанчики, тот прекрасно без них обойдется. Кому нужны, тот подумайте о подобном вот TV-Box, как UUS X4 Pro. Достаточно неплохой будет вариант. А еще обратите внимание на то, что у этого TV-Box нет антенны. Я имею в виду наружной Wi-Fi антенны. Обычно у всех TV-Box UUS она была, присутствовала. Здесь она находится, в средине TV-Box. Вы можете посмотреть мой предыдущий видеоролик об этом TV-Box, когда я его распаковал и показал, где находятся антенны. Ну, это кому интересно. А теперь я покажу, как правильно подключить TV-Box к телевизору, таким образом, чтобы не погорели порты HDMI в вашем телевизоре. Я ведь не знаю, у вас есть защита там или нету. В TV-Box защита есть. Я об этом показывал и рассказывал в предыдущем своем видеоролике. Здесь даже две защиты установлены. То есть здесь не должны погореть порты. А вот телевизор это да. Так вот, для тех, кто первый раз купил TV-Box и пробует его подключить, чтобы не вышла такая ситуация, когда вы подключили все, включили TV-Box, а он не работает, и вы начинаете говорить, что это вам пришел в неисправленном состоянии этот TV-Box. Вот для этого я сейчас и показываю этот момент. Итак, выключаем полностью телевизор от питания. Подключаем HDMI кабель одной стороной в телевизор, второй стороной в TV-Box. Вот сюда вот. Подключаем питание к TV-Box. Подключаем питание в розетку. Вернее, блок питания устанавливаем в розетку. И затем уже включаем телевизор. После этого находим тот USB-порт, к которому вы подключили в телевизоре TV-Box. И уже смотрим, как загружается заставка этого TV-Box. Приобретая впервые TV-Box, обычно возникает дилемма. Какой из TV-Box покупать? Вернее, с какой операционной системой? Либо чистый Android, либо ATV, Android TV. Уус в этом плане подошел достаточно классно к этому вопросу. Сейчас вы видите рабочий стол Android 11. Но если вы хотите установить Android TV, то с помощью Мэшзекса можете установить модуль Android TV. Это любая кастомная прошивка именно под этот TV-Box. Ее можно скачать в интернете. И установив такой файл, вы будете пользоваться Android TV. Но это еще не все. С помощью пары переходов в менюшки вы можете выйти на вот такой интерфейс. Абсолютно который не отличается практически от Android TV. Можно переключаться между ярлычками фильмов и программ, а также использовать голосовой поиск. Но обо всем по порядку. Сейчас давайте посмотрим, какой изначально софт установлен на TV-Box. Следует ли отсюда что-то удалять и что-то добавлять. Итак, смотрим. Вкратце я вижу здесь три файловых браузера. Файлы, файл-браузер, Total Commander. Затем Chrome. Естественно, браузер интернета. Play Market. Но об этом говорить не стоит, потому что все понимают, что это такое. Дальше. Установлены три плеера. AM Player. Затем Movie Player. U-Player и U-Player. Я постоянно в последнее время пользуюсь U-Player, так как это фирменный плеер Ууса и достаточно классный плеер. Не тормозит, все воспроизводит качественно. Ну и советую вам также его использовать. Две программы, которые используются еще вместе со смартфоном, это Airscreen и Miracast. Больше здесь ничего такого нету. Ну я не учитываю здесь галереи, то есть картинки. Какие это вы понимаете, часы и настройки. Какие программы сюда еще установить, каждый решает сам для себя. Но я лично установлю себе еще программу для просмотра IPTV, для просмотра стриминговых сервисов, поставлю торренты, поставлю тестовые программы. Ну и в принципе мне этого достаточно. Для того, чтобы посмотреть параметры этого TV-бокса, можно зайти на сайт производителя и вот здесь вот спецификации посмотреть на эти параметры. То есть здесь написано, какой процессор установлен, графика, память, Bluetooth, Wi-Fi и так далее. Какие параметры видео и аудио воспроизводит TV-бокс. Ну а мы давайте посмотрим это все на тестовой программе. Я установил AIDA64, установил вот такую вот плашку, которая показывает характеристики в реальном времени этого TV-бокса. То есть здесь можно видеть частоту процессора, загрузку процессора, память, сеть, ну и так далее. И давайте посмотрим, что нам покажет AIDA. Значит она нам показывает, что у нас TV-бокс UGUS i4Q, кто бы мог сомневаться. Показывает память, оперативная память 4 гигабайта. Да, это верно, потому что у меня Pro-версия. На версии Cube будет 2 гигабайта и на версии Plus будет точно так же 4 гигабайта. Постоянная память. Здесь немножко показывает меньше цифру, но цифра меньше за счет того, что часть памяти забирает система и AIDA эти цифры не показывает. В реальности у меня память 32 гигабайта, 64 гигабайта на Plus-версии и 16 гигабайт на самой младшей версии, это на кубе. По Bluetooth. Bluetooth указывает AIDA 4 Plus, но это не так. Производитель указывает 5.1. Постоянно AIDA занижает этот показатель. Почему так? Но это только у разработчиков нужно спросить, потому что возможно не внесены все данные в базу этой программы. Переходим дальше, смотрим центральный процессор и видим, что он у нас 4-х ядерный. Cortex-A55 на 2000 МГц. Ниже можно видеть загрузку 4-х ядер, то есть видим, что энергосистема работает, частота ядер снижается постоянно и процессор подстраивает производительность под работу TV-бокса. Я провел 15-минутный тест на троттлинг и вы видите, какая красивая картинка у меня получилась. То есть никаких спадов нет, все достаточно стабильно, производительность на высоте. Если посмотреть вот вниз на графике, то видно, что процессор не троттлит, то есть 2 ГГц как было, так и есть при максимальной температуре 70 градусов. Это 70 градусов, загружены полностью 4 процессора. После окончания теста видим производительность 52,867 ГИПС, это средний показатель. Видим максимальный, видим минимальный, но 52 это достаточно классный показатель. Также мы видим, что написано, не обнаружено перегрева троттлинга ЦП. Ну и по графику видим, что снижается температура и соответственно снижается частота процессора. То есть процессор входит в свой энергорежим. На процессоре установлен вот такой вот радиатор, но здесь заострять внимание на этом я не буду, так как у меня есть отдельный ролик об электронике ТВ-бокса. С процессором разобрались, давайте теперь на отображение перейдем, посмотрим. Видим разрешение экрана 1920 на 1080, это Full HD, но дело в том, что ТВ-бокс поддерживает гораздо большее разрешение, то есть 4К, а вот эту цифру Аида показывает только из-за того, что у меня плата видеозахвата и именно максимальное разрешение, которое она передает на экран, на монитор, именно в Full HD. Затем графика Mali-G31, переходим на сеть. Сеть у меня установлена на 2,4 МГц и видим скорость 144 Мбит в секунду. Очень классный показатель. 144 Мбит также можно увидеть вот здесь. Если перейти в настройки, кликнуть сеть и интернет, вот мое подключение Wave1, и вот здесь видим 2,4 Мбит и скорость 144 Мбит в секунду. Это чтобы не использовать сторонние программы. Включаем следующий диапазон на 5 МГц и аналогичным образом смотрим здесь показатель. 526 Мбит в секунду. Сумасшедшая скорость, классные показатели. Воедино этой же частоте отображается такая же скорость. 585 Мбит в секунду. Теперь посмотрим, какая версия андроида. Версия андроида 11 андроид. Также можно посмотреть вот здесь, что это устройство с root доступом. Root устанавливается для тех, кто не знает. Сейчас покажу. Отдельного меню нету, но в настройки устройства нужно перейти. Затем суперпользователь. И вот здесь включить Magisk. При выключении Magisk появляется программа Magisk и, соответственно, включается root права. Температуру видим, что показывает 45,3. Вот отображается на верхней плашке эта температура. Друзья, хотелось бы узнать, у вас такая же температура, это в случае, если у вас уже есть такой TV-бокс, либо другая. Ну и хотелось бы узнать, какая у вас, если отличается. Напишите в комментариях, будет интересно. Следующее меню посмотрим на кодеке. И вот здесь поищем кодек EV1. Так, где он здесь? Вот он, EV1 есть. И VP9. То есть, все отображается корректно и нормально. TV-бокс воспроизводит массу видеоформатов. Я не буду вас раздражать замыленными картинками, поверьте на слово. Ни разу не было зависаний, ни разу не было торможений. Все отлично воспроизводит. Также воспроизводит аудиоформаты. Ну и можно фотографии или другие какие-то картинки рассматривать на нем. Ну и теперь пару слов о фирменной оболочке этого TV-бокса. Значит, здесь находятся программы. Перейдя на шестеренку, можно открыть и настроить домашний экран. Рекомендации. Здесь вы выбираете те ленты, которые вам нужно расположить вот сюда вот. Дальше можете настроить погоду вверху вот здесь. В верхней панели выбрать, что отображаться должно. Ну, то есть, видно часы, погода, свободное место и так далее. И дальше идет с меню системой. Меню системой – это дубляж того меню, которое вы можете видеть, заходя из андроида, из чистой оболочки андроида 11. То есть, я здесь пропущу сеть, интернет, аккаунты и входы, приложения. Обо всем этом я рассказывал в своем видеоролике для начинающих, для тех, кто только впервые начинает пользоваться этим TV-боксом и не знает, с какой стороны к нему подойти. То есть, начальные настройки вы можете посмотреть и найти вот в этом видеоролике. На моем канале, соответственно. Зайду лишь на настройки устройства и здесь покажу, какими функциями может похвастаться этот TV-бокс. То есть, если кликнем вот сюда, вот входы устройства, здесь есть HDMI-сек. С помощью этого меню можно настроить согласованную работу одним пультом телевизора и TV-бокса. То есть, можно включать-выключать одной кнопкой телевизор и TV-бокс, либо управлять громкостью. Следующее меню – экран и звук. Соответственно, ну тут интеллектуально понятно все. То есть, экран и звук, настройки идут. Панель интерфейс, панель интерфейс, питание, питание, хранилище, хранилище. Все понятно и просто. Супер пользователь я показывал. Здесь находится Magic и можно устанавливать root-права. Ну и, в принципе, здесь единственное еще, что покажу. Вот здесь есть панель интерфейс, приложение голосового ввода. Вот здесь можно ввести либо гугловский, либо укусовский голосовой ввод. То есть, здесь изначально стоит усеч. И давайте попробуем, как работает голосовой ввод. Я сейчас кликаю на голосовой ввод кнопку и говорю, допустим, такую фразу. Вы видите, отобразилась такую фразу. Давайте посмотрим, что она найдет. Вот в YouTube нашло вот такие вот видеоролики по этому поводу. Как вы понимаете, можно сказать, любое название фильма или видеоролика, или канала. Также можно спросить прогноз погоды и просматривать тот фильм, который найдет либо YouTube, либо другой какой-нибудь стриминговый сервис. Ну и теперь резюмирую. Хотя нет, есть один еще момент. Если вы сейчас просматриваете этот видеоролик через смартфон или планшет, то кликнув на название этого видеоролика, или с правой стороны на треугольничек, у вас откроется описание этого видеоролика. И вот в этом описании есть ссылки на проверенных продавцов, у тех, у которых можно приобрести TV-бокс по хорошей цене и со скидками. Также будут ссылки на видеоролики с настройками этого TV-бокса. Если этот видеоролик вы просматриваете с ноутбука или компьютера, то тогда просто переходите в описание, и там будет эта информация. Ну а сейчас резюме. В общем, по техническим характеристикам у меня к этому TV-боксу абсолютно нет вопросов. Все сделано на современном уровне и достаточно на качественных деталях. То есть самый последний процессор Amlogic S905X4. Память хорошая, быстрая. Wi-Fi офигенный, очень быстрый, как на диапазоне 2.4, так и на 5 Гц. Можно расширить память с помощью карты памяти. Также используется Bluetooth версии 5.1. Операционка 11-й Android, с помощью которого можно слепить, к примеру, ATV за счет Magix, либо перейти на оболочку Угуса, похожую на ATV. Большое количество кодеков, с помощью которых можно смотреть фильмы, видеозаписи или смотреть TV-программы. При этом воспроизводится все достаточно качественно, четко и без глюков. Ну и для любителей игр, можно установить любую игру из плеймаркета и использовать TV-бокс в качестве игровой приставки. И еще, друзья, если вам понравился и помог этот видеоролик, не забудьте его оценить, кликнуть на колокольчик и до новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok